День с толком В ожидании тепла и квитанции за коммунальные услуги власти рассказали, когда в домах Барнаула появится отопление. Несколько лет борьбы, и он доказал свою невиновность. Верховный суд вынес приговор в отношении бывшего тренера из Славграда. В Барнауле обвинили сеть автосалонов в мошенничестве на 50 миллионов рублей. На данный момент завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении автомобильных мошенников. Команду возможных аферистов, состоящую из 20 человек, теперь ждет судебное разбирательство. По данным следствия, обвиняемые придумали и успешно применяли хитроумную схему. Предлагали покупателям заманчивые сделки, новые машины по заниженной цене или обмен на старых транспортные средства по программе трейд-ин или утилизация. Желающих купить авто по якобы более выгодной цене вводили в заблуждение касаемо стоимости продаваемого авто, а также условий покупки и кредитования. В результате махинации 121 человек лишились около 50 миллионов рублей. В поселке Бельмесево продолжаются дорожные войны. Почти два месяца его жители борются за беспрепятственный и комфортный проезд от своих участков к центру поселка. Мы уже рассказывали об этой истории. По версии жителей, им мешает предприятие «Апарель». В свою очередь, компания дала нам официальный ответ на запрос. Подробнее в сюжете Юлии Щепиной. Прошло уже полтора месяца с того момента, как мы боремся за дорогу. Авоз и ныне там. Так, в поселке Бельмесево гора земли, которая перекрывает дорогу жителям нескольких улиц, слежит по сей день. Напомним, люди боятся за свои жизни, ведь в случае чрезвычайных ситуаций спецслужбы не смогут к ним проехать. По словам жильцов, ответственные за перекрытие предприятие «Апарель», руководитель которого считает дорогу своей. «И вот что у нас здесь есть. Глина есть. Вот там вот деньги ходят, сейчас покажу. Вот здесь тропиночка, здесь обходят люди». Однако автомобилистам все же приходится проделывать значительный путь до центра поселка, добираясь в объезд. Организация «Апарель» все же ответила нам на официальный запрос. Пешеходный проход в сторону школы открыт, а комфорт и удобство жителей поселка нас интересует более, чем кого-либо. И мы заботимся об этом на протяжении уже почти 33 лет. Дорога по улице Весенний отсутствует на всем протяжении, за исключением участка вдоль домов 14-20. В настоящее время мы ведем строительство дороги по улице Весенний от участка номер 14, чему активно препятствуют владельцы участков 4 и 6, строящие дома на продажу. А также отдельные граждане с поля для многодетных семей, желающие выезжать со своих участков без дорог не через улицы Солнечная, а через микрорайон Радужный. Однако жильцы по-прежнему утверждают – дорога общего пользования. Часть дороги они делали за свой счет. А «Апарель» никакого строительства дороги не ведет. Что касается администрации, они на заявление ответили, что не усмотрели никаких нарушений. Но этот ответ администрации перехватила прокуратура. Уж не знаю, как они это сделали. Пригласили человека, писавшего заявление. Он туда приехал. Они уже опросили Воробьева Владимира Константиновича. Он ответил, что это не он вообще сделал. И мы предоставили им видеодоказательства того, что это сделал все-таки он. Ну, то есть он ссылается на нас, что это мы сами все сделали. И он там вообще не при каких делах. Однако, в видеодоказательства говорят о другом. Сейчас прокуратура вот до ноября обещает решить эту проблему. Кто прав, а кто виноват, станет ясно позже. А мы продолжим следить за развитием событий в Бельмесево. Вопреки заявлениям директора предприятия «Апарель» о выпуске нашей редакции – непроверенного, однобокого и недостоверного материала. Юлия Щепина. День с толком. Верховный суд вынес приговор в отношении бывшего директора военно-патриотического детского центра «Десантник». Инцидент произошел почти три года назад в Славгороде. Напомним, на тот момент мужчину сняли с должности и возбудили уголовное дело за присвоение и растрату бюджетных средств. Чем закончились трехлетние судебные тяжбы в сюжете Марии Костылевой. В 2021 году бывший тренер и бессменный руководитель военно-патриотического клуба «Десантник» сложил свои полномочия. Точнее, ему пришлось. К клубу, где готовили детей в армию, начались вопросы со стороны администрации. Тогда мужчину обвинили в растрате бюджетных средств. Напомним, уголовное дело возбудили из-за незаконного начисления зарплаты одному из инструкторов клуба. Еще одной причиной стало невыполнение муниципального задания по посещаемости детей, а также добровольная родительская плата, которая шла якобы мимо кассы. Несколько лет назад наша съемочная группа уже встречалась с тренером. Мужчина пояснил, чужого не брал на эти деньги, клуб и существовал. Потому что бюджетных хватало лишь на оплату зарплат и коммунальных расходов центра. То, что касается зарплаты сотруднику, этот факт, по его мнению, недоразумение, в котором не разобрались. Короче, он больничный лист не привез. А за меня в это время оставали методисты, я оставалась за директора. И, в общем, начислили ему как зарплату. Он там 15 тысяч. Я думал, по электронке, говорит, придет, но не пришел. И все пришло через кассу комитета, бухгалтерию, бухгалтерию. У нас только денег набегало по 350 тысяч в год. Не бюджетный, насчет этого жили. Я же не в карман себе вложил. Договора по жертву, они все есть у нас. Суд первой инстанции в Славгороде вынес обвинительный приговор. Затем апелляция в Барнауле и касация в Кемерове. Без изменений. Все это время пожилой мужчина был под подпиской о невыезде. Однако в начале осени Фемида все же встала на его сторону. Ну, что, Верховный суд оправдал и право на реабилитацию. Отменим решение полностью местного суда апелляционного в Барнауле и апелляционного Кемерово. Чувство, конечно, не очень хорошее, нашу справедливую. Ну, в конце концов, просто жестовало. Ну, еще чувство, это второй момент, немаловажно это для меня. То, что клуб-то развалился, наш центр патриотический. Валерий Сычев более 30 лет посвятил патриотическому клубу. На момент случившегося до пенсии ему оставалось всего несколько месяцев. Оправдательный приговор на руки пока не получил. Но уже в ближайшее время собирается вернуться в Славгород. Только на этот раз в роли истца, а не ответчика. 3,5 года условно и штраф в 10 тысяч рублей получил священник из Алтайского края. Дома у батюшки нашли детонаторы, взрывчатку и боеприпасы к огнестрельному оружию. Обнаружили взрывчатые вещества и патроны сотрудники полиции. Боеприпасы они изъяли. Свою вину священник признал и рассказал, что нашел все это в Киргизии. Привез домой в вещмешке и противогазной сумке, а находки просто забыл. Интересно одно, зачем батюшке понадобилась взрывчатка и боеприпасы, об этом история умалчивает. Но жители Барнаула жалуются на автолюбителей, гоняющих по центру города. Особый дискомфорт они доставляют в вечернее время. Рев мотора мешает спокойно гулять и пугает прохожих. К тому же такой стиль вождения попросту опасен. Минувшие выходные на проспекте Ленина 21-летний водитель, управляя автомобилем Лада Приора, не справился с управлением и наехал на рекламный щит. После чего автомобиль перевернулся и только чудом никто не пострадал. И в продолжение темы барнаульцы рассказали все, что они думают о таких любителях быстрой езды. Я живу вот здесь, в Гололейно-Партизанской. Просто взрыв какой-то такой. Ну, очень неприятно и мешает очень сильно. Никакие даже самые сильные пластиковые окна не помогают. Очень мешают. Потому что, я не знаю, такой рев сумасшедший. Ну, шумно, конечно. Шумно. Должны местные власти об этом думать и, наверное, с юридической стороны прорабатывать этот вопрос. Я считаю, что это некомфортно не только на Ленина. Это некомфортно, в принципе, по Барнаулу. Потому что это большие громкие звуки, маленькие дети спят, бабушки, дедушки. А в этом районе живут в основном только бабушки и дедушки. И я думаю, что им некомфортно. Опасно. Иногда даже страшно со стороны наблюдать. Прежде всего, это небезопасно. Не для самих гонщиков, но и для людей, которые непосредственно участвуют в движении. И, конечно же, да, это мешает. Это и пугает и маленьких детей, и также доставляет дискомфорт взрослым людям. Я, если еду, вижу, что человек с коляской едет. Мужик с ребенком, с женой, может. Я в сцеплении на нейтралку поставил, заглушил, прокатился, там завел. К другим темам. Пока горожане ведут споры о том, кому в начале осени в квартирах холодно, а кому жарко, в мэрии решили, что подавать тепло в жилые дома Барнаула начнут 16 сентября. На совещании отметили, что уже несколько заявок поступило от руководителей детских садов города. Напомним, социальные объекты, которые технически готовы к старту отопительного сезона, могут начать получать тепло по заявкам. Что касается жилого фонда, акты готовности к зиме получили более 80% многоквартирных домов. Готовы к холодам также 91% учреждений здравоохранения. А в целом паспорт готовности к зиме Барнаул планирует получить не позднее 15 ноября, отметил вице-мэр города Сергей Татьянин. Тем временем школьники теперь смогут узнать о строительстве больше, а правда не все, а лишь ученики двух барнаульских школ, в которых сделали специализированные классы. На парах в политехии им будут преподавать основы создания мало- и многоэтажных объектов. А в конце года они сами разработают проект будущего здания. Подробнее о том, чем еще будут заниматься старшеклассники, расскажет Данил Кузнецов. Эти десятиклассники 31 и 113 школ заложили первый камень в фундамент своей будущей профессии. А точнее поступили в инженерно-строительные классы. И теперь, как настоящие студенты, посещают политехнический университет. Это уже второй поток. Впервые работа со старшеклассниками началась в прошлом году. Местный застройщик решил взращивать кадры для своей компании. А университет помогать школьникам в профориентационной работе. Школьники иногда бывают немотивированы. Очень часто за них выбор делают родители, друзья, бабушки, дедушки. Поэтому цель такова – заинтересовать строительной специальностью и показать возможности, которые будут у ребят, когда они станут строителями. По задумке университет школьники будут посещать раз в неделю. На парах им расскажут основы профессии. К примеру, про разницу гражданского и промышленного строительства. Или про создание малоэтажного жилья, которое сейчас особенно популярно. Однако теорией все не ограничится. Будут и экскурсии. Они посещают предприятия по производству строительных материалов, в частности комбинар железобетонных изделий номер 2, проектные организации, в которых ведется проектирование зданий, строительные организации. Обучение рассчитано на два года. В школьной программе, по задумке, у этих классов будет черчение, усиленная математика и физика. А в конце года нужно будет сделать еще и индивидуальный проект. Хоть до этого далеко, идеи у учеников уже есть. Если смотреть по городу, чего больше нету, ну, скорее всего, может быть, какие-нибудь спортивные центры условного. Там бассейн, может быть, ТЦ еще одно. То есть, конечно, это очень глобальный, масштабный проект, но все равно город у нас развивается постоянно, отстраивается. Сейчас строительная сфера в Алтайском крае на подъеме. Отрасль нуждается в кадрах. Только нехватка инженеров, по подсчетам экспертов, около 10 тысяч человек. Возможно, такие занятия хотя бы частично закроют потребности в рабочих руках. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Путешествовать можно и не выезжая из своего города, причем даже путешествовать во времени. Шкатулки, солонки, музыкальные инструменты, традиционная одежда 19-го и начала 20-го веков. Национальный краеведческий музей Хакасии привез в Барнаул свои экспонаты. Наша съемочная группа наблюдала за распаковкой экспонатов. В фондах Хакасского музея более 150 тысяч единиц хранения. В Барнаул привезли самое интересное – 200 уникальных экспонатов. Центральное место экспозиции займет национальная хакасская одежда, в том числе та, что носили шаманы. Одежда, в том числе праздничная, украшена национальной вышивкой. Костюм Хакаса всегда подчеркивал социальный статус человека и его благосостояния. К примеру, этот экспонат – нагрудное национальное украшение «Пога». Оно существует исключительно в хакасской культуре. Считалось, что его обладатель привлекает успех, богатство и возможность иметь много детей. Нагрудное украшение имело право носить только женщина с множеством детей. И успешная, и богатая, так скажем. Нагрудное украшение «Пога» делалось особым способом. Опять же, оно было очень дорогостоящее. Почему? Потому что перламутр, те же кораллы, они имели огромную стоимость. Конечно, с 19 века визуальное украшение немного изменилось. Но, говорят, хакасы носят такие по праздникам до сих пор. Гости экспозиции могут узнать также о быте, хозяйстве, промыслах хакасского народа. Каждому человеку найдется, что посмотреть. Будь то ребенок, будь то взрослый человек, будь то студенты. Для студентов, конечно, особенно это интересно. Потому что они же изучают историю, изучают культуру разных народов. Напомню, что экспозиция будет работать на площадке Алтайского краеведческого музея с 13 сентября по 15 декабря. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Субтитры создавал DimaTorzok